Продолжаем общение, друзья мои. Вновь я. Не знаю, что-то у меня долго, может, не тянет телефон. Какой пляж? Ночью на дворе. И он что-то поднагрелся, наверное, и перископ затупил. Зато добавилась еще куча зрителей. О чем мы говорили? На какую тему мы рассуждали? Пивас, кстати, вот этот нормальный. Мне понравился. Для вновь прибывших это равносильно стопчики водки. На 112 килограмм это отлично. Кровь разжижить. Немножечко. На ночь. И спать лечь. С Михой. О! Да он тут приехал. Тем более, наверное, мне кажется, он меня не особо любит. Я же хейтер. О, прикинь, пивас пью. Когда у СПБ будешь... Да я вот, в принципе, уже, мне кажется, начал немножечко подсушивать. Сегодня съел три приема пищи вроде у меня было. Ну, так, относительно один приема углеводов. Ну, я выпил литр молока. Мне кажется, три черпака казеина. Тут халявный протеин остался, я его пью. Потом съел наггетс. Чуть-чуть свинины. Пожарил овсянки с утра. Вот. Овощи. Ну, так, как бы не идеальное, конечно, питание. Но не то, что было до этого. До этого калорийность была раза в два выше. Наверное, может, три даже. Одно мороженое. Вот калорийное все, верно. В алкоголе вроде семь калорий. Чисто в алкоголе. На один грамм. Если не ошибаюсь, конечно. Ну, что поделать. Жирный, жирный, чем. Я как Арниев в молодости. Мягкий такой. Назаренко сказал, что ты послал нахер Тебина, когда он тебе предъявил. Да нет, это все бред. Зубинин мне позвонил. И он мне сказал, чтобы я сказал тех, кто выставил видео в ВКонтакте. И пропагандировал все это. А я без понятия. Я сказал, что любой человек может скачать видео. И все. Но он этого не понимает, потому что он, в принципе, не знаком с интернетом. Ему казалось, что это видео, наверное, было для кого-то сделано. Ну, так 20 минут я ему врубал, врубал, врубал. Он то ли пьяный был, то ли не знаю, что. Еле говорил. Ну, язык сказал. Либо узнаешь, либо выгоняем из Федерации. Я говорю, я, увы, не могу. Не могу узнать, кто это. Все, выгнали. Короче, дубини над ним шло. Такие дела. Такие дела. Такие дела, брат. Ну да, это уже там почистить интернет. Можно ходить и на 5000 калориях. Все зависит от того, сколько ты тратишь. И от количества всевозможных терройных гормонов. И, короче, обмена веществ будем проще. Надо же проще быть. Я работаю, если честно. Мне особо не скучно. Я так занимаюсь делами. Когда ребята есть, это отвлекает и не настраивает на работу. Будяком общались тут в зале недавно. Я рассказал, что поеду в Болливуд. В Индию. Он сказал, что он там был 3 года назад. О, такой брутальный дядька. Брутальный дядька. Минусов, конечно, тоже есть парочка, наверное. Тут, 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 тут. Да, говорят, поговаривают меня, что сейчас выгонят. Сейчас будет очень неплохой скандал. Так что ждите, ждите этот скандал из моих источников. Поговаривают. Настя, Настя поедет во Вьетнам кататься на кайте. Ой, на, да, на кайте. У меня есть велик и у меня есть байк, в принципе, тоже. Ну, когда Наварыч приедет, я возьму поздоровее байк. Чтобы, чтобы возить не только свое здоровое тело. Ну, да, Линдовер, наверное, из другой просто эпохи чуть-чуть людей. Старое суровое время. Старые качки. Меняется время, меняется. Раньше, когда какая-то актриса снималась в русском фильме в этот самый, и показала там какую-нибудь сиську, где она выбегает там из реки. Там все шлюха, это что, гость? А сейчас вон, блин, календари снимают, там все голые, прикрыто, прикрыто пельмень, там, ладошки какой-нибудь, или, не знаю, там, фотошоплено. То есть сейчас это в норме. Так что меняется, друзья, меняется. Никто не думал, что в Европе будут ходить за ручку мужики и целоваться. Меняется этот мир. Не знаю, куда он катится. Катится ли он в то русло или нет. Но мне, в принципе, нормально. Да я бы с радостью бы все слил. А не все слил, килограмм до 90. Килограмм 15 могу отдать кому-нибудь. Продам 15 килограмм мяса с жиром. Кому нужно. Серега, какой бюджет поджить? Здесь? Ну, это все в долларах, наверное, сейчас перечисляется. Дом стоит снять, можно снять, найти, наверное, за 250 какую-нибудь комнатку долларов. Ну и еда, там, сколько ешь. Сколько ешь и что ешь? Можно снять вилу, не знаю, за 10 тысяч баксов. То есть уже по-разному. Мой дом стоит 330 долларов. В нем две комнатки. То есть, живу я и Гошан. То есть, если его даже делить на двоих. Хотя я плачу за него один, точнее, заплатил за него уже. О, что мне с Гошана брать-то? В волос только его. Так что, такие дела. Я очень много тратил на еду. На велик я бы отратил, блин. Тоже получается бакс в 400. Так что, такие дела. В еду все упирается. Я много жру. Чтобы я много не жрал, я бы не тратил столько. Гошан, не знаю, вернется он, не вернется. Непонятно. Чего ему, не знаю. Ну, по идее, я бы мотанул по Европе летом куда-нибудь. По-любому я поеду в Италию. Потому что у меня итальянская виза. Может, я сгоняю в Германию. Может быть, еще куда-то. Может быть, я, не знаю, подпишусь на какой-нибудь тур. Мне очень нравится Испания. Испания очень красивая. Я там два раза был, я бы еще с ней сгонял. В Голландии тоже очень круто. В Амстердаме, да. То есть, Европа мне вообще нравится. Если у меня будет вариант какой-нибудь жилье. Либо я под какой-нибудь тур подпишусь, там, не знаю, на великах. Поехать по Европе, там. Или еще что-нибудь. Почему нет? Я могу подписаться на такую хрень. Снимать блогик. Дорого очень. Дорого. Все очень дорого в Европе с этим курсом. Нужны, блин, колоссальные бабки. Даже если сейчас считать, если я буду, блин, впахивать нормальным. И зарабатывать примерно по 300 тысяч рублей в месяц. То, блин, в Европе все равно на эти бабки особо не разгуляешься. Сейчас этим курсом это будет 3000 евро. Это, блин, смешно. Ну, к маме надо съездить в Сланц. Есть кто со Сланц? О, прикольно. У меня уже в Германии есть, оказывается, есть люди. У меня уже в нескольких городах есть друзья. Может, на FIBA приеду. 300 тысяч для многих. Это, вообще, блин, колоссальная бабла. Я никогда не думал, что я могу зарабатывать по 300 тысяч рублей. О. Женек Жуков, привет тебе. Оп. Все, пиво закончилось. Ой. Ой, ну, 300 тысяч, это понятно, что я не зарабатываю все время. Просто там вышел какой-то месяц. Так, конечно, зарабатываю меньше. Но, если брать прогрессию моей зарплаты за несколько лет, то, конечно, это очень большой взлет. Взлет вверх. У меня была одна цель. Зарабатываю 200 тысяч в месяц. Я, ну, я как бы к ней пришел, в принципе. Такие дела. На консультациях. Консультациях, программах, на бложке. Да, я в курсе, что Марин собрался выступать. О, походу, я сломал стул. Хе-хе. Я думаю, что он качается и не уходит. Походу, еще чуть-чуть бы, и вы бы увидели, как я грохнулся бы. Ой, походу, все-таки ему конец. Надо аккуратно сидеть. Так, жить-то понятно, что можно. Жить-то можно. Но суть в том, что, когда ты путешествуешь, то очень много мелких всяких затрат. Если тупо даже снимать какое-то жилье самое дешевое, даже какие-то хостелы, то все равно это встанет в нормальный бабок. Туда-сюда. То есть, когда ты есть на месяца проплаченные, да, в каком-то месте, то это одно. А когда ты ездишь туда-сюда, то это совсем другое совершенно. Все время надо тратить деньги. Все время, то есть, ты ешь, как правило, очень часто не дома. Так что, жить дешевле всего в России на данный момент. Ну, или где-нибудь в Азии, там, в деревню какой-нибудь. В принципе, в России в деревню какой-нибудь можно жить тогда. Такие дела. С канал на Ютубе, да немного выходит, на самом деле. Там выходит что-то, баксов 150, наверное, за рекламу Ютуба. Ютуб платит. Ну, и реклама. Какую напродаешь, за сколько напродаешь. Ну, не знаю, там, тысяч 10, 15, может быть. Может выйти, может там, 30 выйти. Как с кем договоришься. То есть, у меня реклама стоит, там, 5-7 тысяч рублей. То есть, ну, в начале ролика сделайте какую-нибудь маленькую, там, объявку. Объявлялку. Или РЕКЛАМА Как я ору обычно. В таком веселом стиле. Климат мне 30-ка, на самом деле, не нравится уже. Мне хотелось бы климат градусов 25-23, наверное. Так что тут, блин, жарковато, тяжело. Эту майку я сам сделал. Пока я такие не продаю. Но у меня есть в мыслях продавать такие майки. Так что, может, приеду буду продавать. Есть желающие, готовые купить? Да сколько вы купили бы такую майку? С моим принтом каким-нибудь. С какой-нибудь штукой. 120 рублей. 800, 1000, 1700, 2500, 2000, 2000, 1000, 1000, 1000, 5000, 5000. Сотка. Ну, не знаю. Короче, можно, в принципе, сделать их явно дешевле тысячи рублей, наверное, по 800. Мне кажется, это будет самая дешевая качевская майка, которую можно будет купить. И она будет одеть Сережа. Я просто, ну, тут, на самом деле, надо попробовать это все. В российском менталитете как-то не особо любят такие темы, которые, которые дядя Сережа хотел творить. То есть, если накручивать там, блин, 200 рублей, то есть, в принципе, мне проще вообще не заниматься этим, чем заморачиваться за две сотки там. Ну, зато это было бы, как бы, круто и дешево. И для пацанов, скажем так. Ну, не знаю. Ну, походу, что в России это не прокатит. Кстати, я хочу сейчас поехать весной, поеду с семинарами по России, по Казай, ой, по этому самому, каково, блин, Киеву, Минску, ну, короче, по толпам городам поеду, русскоязычным. И проведу, не знаю, 10 семинаров проведу, наверное. На, то есть, стоимость семинара будет, получается, сколько? То есть, стоимость семинара будет, сколько есть денег. То есть, вот сколько-то тебе не жалко за семинар денег. Ты столько и отдаешь. Вот на такой ноте я хочу сделать семинары. То есть, получается, что, к примеру, на семинар, вот ко мне, там, у меня много смотрят ребят, таких, которые учатся, там, еще, то есть, молодых. У них нет денег, там, тысячи рублей, там, полторы тысячи рублей за семинар. Вот, заплатить. А, к примеру, также смотрят меня всякие, там, ну, ребята, предприниматели, бизнесмены, у которых, в принципе, там, две-три тысячи рублей, они, ну, какие-то смешные деньги для них. Вот. И поставить просто банку в конце, провести семинар и сказать, ребята, сколько вот вы считаете нужным заплатить за семинар, столько и платите. Вот такая идея. То есть, в принципе, если я буду выходить просто в ноль, оплачивать, там, свои билеты и проживание, я уже буду, как бы, счастлив, что я, ну, так, грубо говоря, что-то сделал. Что-то делал, зарядил людей немножечко. Я так вряд ли заработаю. С русским менталитетом не заработаешь денег, сто процентов. Я уже все это обсуждал. И получается, что, ну, это же русские не любят платить ни за что. Песни скачивают ВКонтакте, никто ничего не сделает. Вот такие дела. Да даже не страшно, что они останутся пустыми просто. Ну, я проведу, как бы, эти семинары и, ну, пойму, что это не та тема, на которой стоит, там, заморачиваться. Но суть в том, что хотя бы какие-то мелочи я бы отбивал, просто свои расходы. А так, мне нравится общение с людьми. То есть, общение с людьми заряжает не только их, а меня тоже. И семинары я не хочу устраивать по, как накачать банку. С Клоком, кстати, я обсуждал тему, он мне дал добро по поводу этих семинаров. И суть в том, что мне хочется рассказывать, как, не знаю, там, быть позитивным. Как какие-то истории жизни. Не знаю, там, отношения с федерацией. О выступлениях, там, о спортпите, о мифах. О том, как разводят людей на бабло. В этой сфере фитнеса. О, то есть, в принципе, так. И суть в том, что у меня, получается, у меня нет такой, как сказать, я... Ммм, блин, слова теряю, что-то. Какие-то слова, слова потерял. Ах, блин, все ноги стекли. У меня просто никогда не было в голове разводить и навариваться на люди. То есть, мне как-то это бьет в карму. Я, если что-то как-то там не доделаю, продам, там, программу напишу. И, ну, то есть, потрачу на это время. То есть, почему я последние дни сижу и пишу эти программы, а не там шаблоны взял, скопировал, вставил, отослал. А суть в том, что, ну, мне так совесть вообще не позволяет. Я как-то так вообще не могу. Как-то так можно. Вот. Из-за этого и потом, когда кто-нибудь мне пишет, типа, там, Серега, что, типа, это такое, там, почему, почему вот это вот так, почему там на руки, нет. Я думаю, программа не для меня, и мне так даже обидно порой и становится. То есть, такие дела. Понятно, что все равно все как-то шаблонное, переделанное. Потому что каждую программу уже и не буду писать. Да. Ну, не знаю, вот хотелось бы мне поразглагольствовать. При этой стороне. Ой. Ой, блин, чейся жопа отсидел. Ну да. Клоков красава. Увы я. Не Клоков. Мироново-Борисов. Затянул. Так, 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 так. Ну, что тут у вас еще интересного, хорошего. Надо, походу, завязывать с вами. Петухи опять начали орать. Это знак. Что Серега завязывает с ним. У них тут, походу, баттл какой-то. Ха-ха-ха. Перекрикивают друг друга. Хейтеры, хейтеры. Проснулись, сволочи. Сейчас начнут. У меня горло что-то побаливает. Я не могу им ответку кинуть. Мне надо порепетировать, чтобы мы ее сделали. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Всем спокойной ночи. У меня уже почти 5 утра. Пока.